Мы находимся на корабле Шапири Принцесс, который совершает рейс из Буэнос-Айреса в Сантьяго через Магелланов пролив и дальше до Лос-Анджелеса. Я хочу сделать несколько роликов, прежде всего ролик о корабле и ролики о наиболее интересных портах, где мы будем. Мы приехали в Манту. Это эквадорский порт. С утра был сильный дождь. Сейчас, я надеюсь, дождя не будет. Мы уже почти добрались до экватора. В Манте 200 тысяч человек. Порт известен как основной порт, где на корабли перегружают добываемую здесь Туну. Это столица Туны мировая. А также здесь идет погрузка эквадорского кофе. Мы пойдем погуляем в районе порта, посмотрим, что делается. Пошли в порт, а тут базар. Попили какую-то смотку жене. Цены низкие. Полярс почти. Идем дальше. Вроде распогодилось. Вот нам на национальных инструментах что-то играют. Вот здесь в терминале таксисты предлагали, точнее там целая стойка, предлагали за 100 долларов на машину, то есть 25 долларов на человека, 5-часовую экскурсию в тропический лес. В Монте-Кристи есть такой город и Манта. Это очень хороший вариант, очень дешевый, но сейчас полдвенадцатого мы вышли, так что я останусь голодным, я умру и все. Поэтому пойдем в шопинг-центр и под город. А вот магазин. Вот такие пейзажи. Пальмы у них красивые, как будто искусственные. А вот там море и там порт. Идем в магазин. Шли вкус товара. Я смотрю на сцены матрасов и меня так даже удивляет. Оказывается, это не цена. Оказывается, это скидка. А цена вот 390 после 424 долларов. Это другое дело. Здесь очень большой супермаркет. Это просто маленький его кусочек. Я просто хотел показать, что здесь хамон рядом с колесами. На выбор говядины, хотя мне она 100 лет не нужна. 12 долларов. По нашим понятиям бесплатно. А это что такое? Ни то свинина, ни то баранина. Это ребрышки. Это ребрышки чьи? Ну я думала, что баранина. А свинина там дальше, она вообще копейки стоит. Курятина. Спросил у него чьи. Чьи, да? Вот здесь курятина. А вот здесь одежатина. И все это вместе. Для тех, кто пойдет в этот молл, я могу сказать, что цены очень даже демократичные. Даже на фирменные вещи. Скажу про этот молл. Кто здесь будет и не захочет ехать на экскурсию, то, конечно, можно пойти в молл. И, может быть, даже что-то купить. Но что меня убивает, это что здесь, как и в Аргентине, как и в Чили, как и в Перу, очень мало кто говорит по-английски. Подавляющее большинство по-английски не говорят и приходится пользоваться гугловским переводчиком. Теперь я понимаю, что насколько трудно людям, которые приезжают в Соединенные Штаты и не знают английского. Я нахожусь сейчас вот приблизительно в такой же ситуации. Говорит моя жена, бедненько, но чистенько. Но меня убивает во всей Латинской Америке вот эта картинка. Вот это. Скопище проводов, как они их различают, я не знаю. Везде. Я бы даже сказал, что это симпатичный. Тут рядом с отелем. Я бы даже сказал, наверное, это принадлежит к этому отелю. Симпатичные домики. Мы были там, где самая цивилизация. А вот так, если посмотреть, просто не хочется идти в бедные районы, то это уже в Аквадор смотрится не так красиво. Итого. Центр Тунца. В магазине консервов Тунца. Целый стеллаж. А кофе почти нету, которое есть. Оно какое-то дорогое и неинтересное. Все, идем на корабль. Идем по направлению к шаттлу. Очень сильно парит. Как и предполагалось, в прогнозе дождя нету. Ну и солнце тоже, слава богу. Вот их на пляж. Посмотрели на пляж. Не впечатлило. Там нету лежаков. Вот меня зовут. А вот там опять в торговля. И идем к кораблю. С виду снова города терминал. Снова терминал с кондиционером. Кажется просто отдушенный. В таком паровозике мы поедем к кораблю. В нашем шаттле гораздо лучше ехать, чем на той бандуре. С ветерок. Лепота. Едем обедать. Вот на этом таксе мы прибыли на корабль. И все. И на этом я заканчиваю свою мантру про манту.